В каком бы селе вы не находились, в какой деревне вы сейчас не смотрели это видео, в каком бы маленьком городке, в каком бы маленькой коммуналке вы просто для себя можете создать условия. Всегда. Для того, что сделать себя лучше. Эти условия можно создать из самых любых, просто подручных, да, полотенца привязать, а отжиматься на полотенце, подтягиваться, да, то есть бегать где-нибудь в степи, да, делать какие-то спринты, какие-то функциональные тренировки. У вас есть инструменты все в руках для того, чтобы сделать себя лучше, сделать свою лучшую жизнь. Всегда, каждую секунду, 24 часа в сутки у вас есть инструмент для того, чтобы сделать себя лучше. Когда ты делаешь себя лучше, качество жизни становится лучше. Ты радуешься жизни, когда встаешь, когда твое тело двигается, когда оно дышит, когда ты на самом деле чувствуешь себя живым, да, ты живешь по-другому, у тебя цели другие, у тебя в голове другие, блядь, вибрации. Ты не хочешь тусить, блядь, с лузерами, да, которые нихуя по жизни делают, сидят, блядь, лускают семечки, блядь, смотрят, сука, видео, толбоебичные. И просто гниют. И большинство из наших людей просто гниют, потому что они думают, что им нужны, блядь, какие-то фэнси, суперкрутные, модные, блядь, спиртриажерные залы, блядь. Я тренировался с детства, сука, с детства на скамье, которая была босрана курями, блядь, понял? Мне было похуй, там гантели были постоянно босраны, там собака покакала, да, то есть рядом со мной свиньи были. Вот, я занимался в этих же условиях, понимаешь, то есть как бы очищал говна, там блинчик, да, который вешал на этот гриф, который был заржавевший, ужасно. Все это было такое допотопное, страшненькое, вот. Но я настолько сильно это любил, что я сейчас здесь, да, я из себя сделал того человека, который у меня сейчас есть. Я на самом деле, у меня сейчас 36 лет, и я чувствую, что я прихожу в свой прайм, когда я на самом деле могу влиять на остальных людей, потому что я прошел эту дорогу сам, да, я прошел все эти приключения, и я очень многому научился. У меня очень большой багаж опыта, который я могу передать людям, да, чтобы они были просто счастливы, понимаешь, и меньше страдали, да, чтобы шли к лучшей жизни. Потому что, ну, весь смысл не просто отстрадать, не просто отсидеть на диване, пить пиво, нахуй, смотреть этот долбоебищный комедий-клаб, ничего против них не имею. Просто, да, то есть люди разлагаются, вот смотрят юмор, их это веселит, блядь, на секундочку. Все, они забывают о своих проблемах, забывают о том, что им нужно действительно работать над собой, и все, они вот этим живут изо дня в день. Но, блядь, я лучше сдохну, чем так у меня, чем так жить. Я сейчас еду на велосипеде 30 миль через пустыню, вот, мы это снимаем, все, потом проезжаю в функциональный зал, делаю там тренировку. Просто сердце мотор сейчас, да, и настолько чувствую себя великолепно. Хочешь нажать на газ, конечно, нужно давать себе немного отойти, просто выпустить пар, да, расслабиться, полежать во льду. Я тоже делаю несколько раз в неделю, вот, но очень круто, когда все это становится твоей работой, да, то есть, когда весь этот контент генерирует продажи одежды, генерирует продажи программ, продажи моих книг, да, там, то есть, по диетологии и так далее, то есть, все это очень, как бы, стимулирует для того, чтобы делать больше, лучше, качественнее, расти. К этому приходишь, да, и начинают нужно с самого маленького, вот, с полотенца, да, где-нибудь сзади на огороде, вот, в этом ничего страшного нет, нужно просто делать. Вот, и люди, которые, там, боятся чего-то выставлять, потому что это не выглядит настолько круто, как у какой-нибудь чувака, там, в Москве, вот, в тренажерном зале, охуенная форма, охуенная одежда, классный, блядь, загар, еб-то, классная стрижка, блядь, классная телка, вот, и пошел он нахуй, но лучше всего это делать там, где ты есть, потому что твоя ситуация, это единственная ситуация, которая в жизни реальна. Другие люди не имеют никакого значения, можно просто поймать, да, то мотивироваться чем-то, видишь для себя, к чему ты идешь, вот, но нужно гордиться то, откуда ты есть, нужно гордиться тем, кто ты есть, теми условиями, в которых ты живешь. Если ты будешь этим гордиться, другие любые будут тебя больше уважать, вот, то, откуда ты вышел, то, кто твои родители, кто твои родственники, с какими ты тренажерами занимался, с полотенцем, блядь, с камнями в этом полотенце, caminho нужно гордиться, потому что ты знаешь, что это только лишь отправная точка-то, а не конец. Не нужно абсолютно бояться кто, что, где сказал, написал, комментарий. Это все похуй, бро. Это не живое, это не настоящее, это, блядь, просто виртуальный мир и куча идиотов пишет гадость и говорит, блядь, это похуй все, мэн. Похуй, твоя жизнь нереально только то, что ты принимаешь, не то, что ты действительно позволяешь влиять на себя, на свой ум. Это должны быть только позитивные вещи. Если какая-то критика есть, то ты должен воспринимать ее конструктивно. Понимаешь, воспринимать только конструктивную критику. А есть хейт, который не конструктивный, который просто основан на эмоциях человека, который с собой очень сильно недоволен. Я чувствую себя на самом деле счастливым человеком. Я хочу, чтобы каждый из вас испытал это чувство, потому что я оттуда, откуда вы. И из простоты, из бедности, из простой семьи крестьянской, которая работала на огороде поколениями. И то, что я переживаю сейчас-сейчас, просто внутри себя. Да, не какие-то там материальные блага, просто внутри себя. Такое чувство просто какое-то покойствия мира и удовлетворенности от того, что жизнь она такой, которую я ее смог сделать, создать для себя. И какие ошибки я не допустил, я всегда шел вперед, учился, понимал, осознавал, писал, терялся, находился. Но все равно он двигался вперед. Я вас обнимаю, огромное вам спасибо за поддержку. Я сказал, что есть русские просто ядовитые. И я хотел попросить, не пишите мне диемов, как я вас вдохновил еще раз, что вы посмотрели мои видео и так далее. Просто делайте. Для меня это будет самой большой наградой. Я не хочу каких-то таких... Мне это не нужно. Забивайте мой дием. Как английский выучитель, локоть болит. Или как вот это сделать. Какая книга, какие очки, какая вот это. Не забивайте просто себе, да, я не отвечу. Просто занимайтесь собой. Для меня это будет на самом деле благое дело. Если вы просто молча, никому ничего говоря, будем просто тренироваться, работать над собой, создавать свою страницу. Потому что бывает, человек там пишет, да, куча разных хуйни, нажимаешь на 1 страницу, там 3 фотографии во дворе сидеть. Но если у тебя такой контент, значит у тебя такая жизнь. Понимаешь, потому что контент должен ображать твою реальность. То есть не должен быть какая-то выдумка. Это должна быть документация твоей реальности. То есть если вы пишете что-то, да, или какой-то действительно есть важный вопрос, то вы должны быть человеком состоятельным, который чего-то делает, чтобы просто не теряли мое время, там, с чего начинать, там. Я не могу вам сказать, что у вас своя жизнь, вы для себя должны сами принять решение. Никто вам не скажет этого.